Сергей Брачук подключается к нам в прямой эфир. Это спикер областной военной администрации Одессчины. Давайте с ним поговорим. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Галерий. Рад приветствовать. Рады вас видеть. А вот, Сергей, несмотря на то, что понятно, в этом году такого новогоднего настроения, наверное, не получится, как бы мы не хотели стопроцентного, но тем не менее, Новый год никто не отменял. Как Одесса к нему подходит? Осталось шесть дней. Что сейчас происходит в городе? Расскажите, воздушные тревоги знаем в Одессе точно так же, как и по всей Украине. Но все-таки, какая атмосфера царит и чем живет Одесса сейчас? Ну, во-первых, вы действительно правы, что наш город у самого синего, черного моря. Такого моря нет нигде, несмотря на то, что черное море мыло от берега других стран. Если мы говорим об атмосфере, то мы были и накануне Рождества, и вчера Рождество Христово. Многие одесситы, кстати, отмечали этот день. Не просто в силу каких-то там, знаете, ощущений. Кто-то пытается, как российская пропаганда, привязывать некое там давление на одесситов. Нет, абсолютно. Мы просто понимаем, что давно стали, а теперь уже через кровь и боль, частью большой свободной Европы, большого мира. Поэтому Рождество. Рождество, вот вы говорите о настроении. Это как раз и были вот эти нотки настроения. Это вера в то, что Украина побеждает и победит. Это напоминание о том, какой ценой дается нам эта победа. И вот даже разговоры после всех праздничных богослужений, после общения с людьми, они только об одном – о победе и мире. Никто не говорит о том, что вот мир, все успокоится, все затихнет. Это понятно, этого все хотят. Но все хотят, чтобы была победа. Соответствующее настроение. Конечно, нет сегодня, к сожалению, наверное, того полноценного предновогоднего настроения, потому что мы прекрасно понимаем, что война продолжается. И когда вы говорите о том, что не было попыток прямой высадки десанта, были такие попытки. Причем враг это делал, непосредственно пытался, выходя на траверсы Одесской бухты, Одесского порта. Ну и вокруг города тоже даже диверсионные группы десантные. Они высаживались на берег, но и быстро слетали в море. Надо дать должное нашим защитникам. Поэтому настроение соответствующее. Настроение с большой надеждой на то, что Новый год станет годом победы, годом мира. И мы сегодня готовы работать ради этого. Несмотря на то, что враг пытается нас периодически забросить в темноту, но опять-таки, вы знаете, тут говорим так, что рождественские свечи, вот для нас лично, например, для новогодних, они это символы надежды. Для врага станут заупокойными, но это уже их проблемы. Поэтому настроение есть. Люди все равно готовятся. Люди что-то придумают, планируют. Много разговоров о комендантском времени. По крайней мере, я уверен, что никто его отменять не будет. Все-таки война. И можно найти эти формы и форматы празднования, встречи вот этих рождественско-новогодних праздников. И то, что одесситы могут продемонстрировать. Но настроение все равно есть. Мы смотрим, что происходит на фронте. Верим в наши вооруженные силы. Верим и поддерживаем. Сергей Брисович, скажите, пожалуйста, все мы понимаем, да, Одесса, наша жемчужина, юг Украины, но, как говорится, зима есть зима. Скажите, пожалуйста, те самые пункты несокрушимости. Насколько мы знаем, они открываются в Одессе новые. Скажите, пожалуйста, вот расскажите об этом и вообще вот как сейчас работает инфраструктура города в это сложное время. Ну, если мы говорим в целом о Одесской области, о городе Одесса, то, соответственно, что критическая инфраструктура, она полностью под контролем, какие ситуации в городе, силы обороны, в том числе, параллельно продолжают заниматься боевой подготовкой и готовы к отражению врага. Работают больницы, роддома, все обеспечены электроэнергией, водоснабжением, водоотведением, то есть все то, что необходимо для нормального функционирования, потому что жизнь действительно продолжается благодаря нашим вооруженным силам. Что касается пунктов несокрушимости, то есть, как я ее называю, стационарная сеть таких пунктов, они действительно, вы владеете ситуацией, открываются новые буквально и накануне, несколько тысяч одесситов уже воспользовались за эти праздничные дни, рождественские, этими пунктами несокрушимости. Количество людей стало меньше на определенное число, потому что электроэнергия возвращается. Как говорят в Одессе, Светлана снова приходит в каждый одесский дом. И есть еще аварийные включения, бывают экстренные, но тем не менее, ситуация понемножечку выравнивается. Хотя для того, чтобы ликвидировать последствия ракетных ударов, ударов дронами Камикадзе, мы помним 5 декабря, 10 декабря, то, конечно, у энергетики очень, поверьте мне, я знаю, о чем говорю, очень много работы. И я благодарен одесситам и жителям области за то, что в основной своей массе они понимают прекрасно, что делал враг, что пытается делать. И, к сожалению, мы уверены, что будет пытаться продолжать вести такую террористическую атаку дальше и тактику. Поэтому мы работаем, мы трудимся. Вот пункт несокрушимости. Я сказал о том, что есть стационарные, открываются, есть мобильные. Это палатки, палатки, которые оснащены возможностью подзарядить свои телефоны, возможностью воспользоваться интернетом. Вот накануне тоже так, знаете, зашел, посмотрел, действительно все работает, люди есть. Это, знаете, своеобразные клубы общения сегодня во многом. И это не может не радовать. То есть самое главное остается в одесситах. Одесситы продолжают оставаться людьми и в такое сложное время, когда, казалось бы, все человечество должно притупиться. А вот нет, наоборот, все человеческое обостряется. Как чувство правды, справедливости, ну и ненависти к врагу. Этого тоже не избавишься. Об этом говорят все. И это трезвая оценка того, что делают россияне на нашей земле. Вы про ракетные удары упомянули, Сергей. Давайте об этом тоже поговорим. Важная тема. Как ни крути, силы обороны Юга Украины сообщают о том, что сейчас в Черном море корабельная группировка увеличилась. 11 единиц находятся. Среди них кораблей ракетоносителей, которые снижены ракетами. Два надводных, один подводный. Общий залп может достигать до 20 ракет. Речь, я так понимаю, идет о ракетах типа «Калибр». Расскажите, пожалуйста, информацию о том, что известно сейчас по ситуации в Черном море. Ну, абсолютно естественная ситуация. Естественно о том, что у врага какое-то время, несколько дней не было этих ракетоносителей в группировке, потому что мы тоже прекрасно понимали и оцениваем действия врага. Говорим об этом, что враг ушел на пополнение боекомплекта. Такие работы, соответственно, технологические проводятся в Севастополе временно оккупированном. Поэтому и появление вот этих ракетоносителей сопряжено с этим, что враг готовится. Мы это прекрасно понимаем. Вот и президент Украины тоже не случайно, абсолютно накануне сказал о том, что особенно в эти дни необходимо прислушиваться к воздушной тревоге, сигналам воздушной тревоги, потому что, ну вот вчера, да, позавчера там многочасовые эти тревоги, они были связаны, например, с активностью вражеской авиации по всей Украине. Прекрасно понимаем, что враг ведет разведку, враг пытается психологически давить, в том числе на нас, украинцев. Понятно, что группировка, снаряженная калибрами, это усиление таких возможных атак. То, что они будут, мы реалисты, правильно? Мы никого не пугаем, потому что, ну чем нас можно испугать после 24 февраля? Я вот лично не знаю. Ну что они еще не пробовали? Ну выбросят десантника Деда Кабаева на Одессу, так мы наоборот рады будем видеть, ждем. Вот что касается ракет, то, конечно, да, готовятся, прекрасно понимаем, прекрасно понимаем, куда хотят бить, что делают. Ну и мы готовимся, готовятся вооруженные силы, и готовы вооруженные силы, так же, как и система противовоздушной обороны. Но самое главное, сигнал воздушной тревоги прозвучал, надо, соответственно, по нему действовать. Потому что враг даже в агонии, он, наверное, немножечко сильнее, чем обычно, но это уже все-таки агония. Сергей Борисович, а скажите, пожалуйста, вот хочу немножко расширить спектр нашей беседы. Есть информация о том, что, насколько мне не изменяет память, вчера в Килию Одесской области из российского плена вернулись трое украинских пограничников, которые защищали тот самый остров Змеиный. Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло, ведь на самом деле это очень важный, очень волнующий и позитивный момент, когда наши ребята возвращаются домой. Ну это как раз та ситуация, когда действительно слова, наверное, просто лишние. Описать те чувства и эмоции, когда люди возвращаются из плена, когда государству Украины удается вернуть своих бойцов. И этот случай, конечно же, не исключение. Но вообще, если мы говорим о теме пленных, она, конечно, очень чувствительная. И тут, наверное, вот этот режим информационной тишины, он должен быть на тумблере вообще просто, ну, совершенная тишина. И мы видим, что этим занимаются специальные структуры, этим занимается главное управление разведки. Потому и такие результаты. Над этим работают все. И те, кто пополняет обменный фонд, уже прекрасно понимаем, да, что просто так наших людей не отдают и отдавать не собираются. Тем не менее, я уверен, что максимально всех наших вернут. Мы видим позицию украинского государства в этом, видим позицию нашего украинского общества. Поэтому все будет хорошо. Я надеюсь, что такие встречи, как были накануне, они станут чаще, а после победы вернутся все. Дай Боже, об этом говорим, об этом тоже молимся. Ну и последний, возможно, вопрос вам будет, Сергей. Расскажите, какие елки установили в Одессе, в Киеве, например, на центральном железнодорожном вокзале, установлена елку, которую можно зажечь с помощью динамо-машины, стоит специальный велосипед, на котором нужно покрутить педали для того, чтобы елка загорелась. В центре Киева похожая ситуация. Все, конечно же, понимают, почему в этом году так. Вот как в Одессе этот вопрос решили, и будет ли у людей возможность все-таки с детьми выйти в центр, а посмотреть на елку? Вы знаете, ну, это мое личное такое мнение, что, кстати, насчет елки, да, в целях безопасности мы говорим о том, что решают, во-первых, громады, да, что необходимо сделать, как украсить там город и сделать эти площадки максимально, еще раз подчеркиваю, безопасными. Поэтому, конечно же, не будет такого празднования, как было еще год назад. Появляются вот эти праздничные нарядные деревья, которые ассоциируются у нас и с Рождеством, и с наступлением Нового года. Не будет массовых гуляний, это опять-таки понятно с точки зрения безопасности. Главное настроение. Я думаю, что одесситам удалось, удается и удастся сохранить то настроение надежды, которое сегодня у нас есть, и, собственно, с этого мы и начали наш разговор. Поэтому, да, не будет массово, да, наверное, не будет так, как Киевин, но я надеюсь, что одесситы, мы что-то увидим интересное и креативное в одесских двориках, на одесских, пусть небольших, но площадках. И вообще будет интересно посмотреть действительно, как одесситы и жители области в этом году будут встречать Новый год. Я думаю, что это будет креативно, об этом обязательно с вами поговорим и расскажем. Спасибо вам огромное, Сергей Борисович, за то, что так рано включились в наш эфир. Ну, вас поздравляем с праздниками, возможно, еще в эфире увидимся, поэтому тогда не окончательное будет пожелание. Дай Боже. Да. Всего вам хорошего. Спасибо огромное. Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации, был на канале Freedom и рассказал о том, как Одесса готовится встречать Новый год в условиях войны.